При жизни Рафаэль и без высокого кардинальского сана был уже на пике своей славы и богатства. Положение художника при жизни было настолько обеспеченным и стабильным, что он мог выстроить себе дом в антично-римском стиле напротив церкви Святого Петра в районе Бурго, недалеко от Ватикана. В этом доме, построенном по проекту Браманты, Рафаэля постоянно окружали ученики и посетители, стремившиеся попасть в его мастерскую. Если Леонардо и Микеланджело предпочитали работать в одиночестве, с головой уходя в работу, то Рафаэль всегда был рад обществу. В одном письме от 1504 года его называют отзывчивым и хорошо воспитанным. Эти характеристики подтверждают и все мемуаристы. Каждый день работы художника приносил ему новые успехи. Появление каждого нового произведения Рафаэля вызывало восторг и похвалы, которые в духе того времени выражались в сонетах, помещенных на дверях его мастерской или там, где его работы выставлялись на суд публики. Леонардо да Винчи так объяснял природу этой прекрасной взаимосвязи словесного и изобразительного искусства. Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат. Универсализм художника Возрождения поражает. Едва ли не найдется сфера художественной деятельности, в которой они себя не пробовали и не проявили достойно. Одной из самых значительных работ Рафаэля стал в 1514 году заказ Папы Льва X на 10 гобеленов с евангелистскими сценами из жизни апостолов Петра и Павла для Сикстинской капеллы. Они должны были стать сюжетно-историческим продолжением сцен из жизни Моисея и Христа, изображенных на стенах Сикстины, в росписях XI века. Выбор евангельских сцен для гобеленов определялся ключевыми особенностями духовной политики нового понтифика Льва X. Было оговорено условие сохранения стиля уже имеющегося интерьера. Гобелены со сценами из жизни апостолов уже существовали и в церковные праздники вывешивались в первом уровне на стенах Систинской капеллы. Их украшали гербы Беллораверов, Папа Сикста IV или Юлия II. Папа Льв X решил заменить гобелены. Дело было не только и не столько в изношенности и неприглядном виде гобеленов, сколько в желании Льва X показать свой герб в наиболее важной капелле христианского мира. И герб понтифика Льва X, исполненный по рисунку Рафаэля, украсил края новых гобеленов. Заказ Папы стал настоящим испытанием, потому что мог нанести серьезный удар по самооценке Рафаэля, художника и человека. Он, знаменитый создатель афинской школы, вынужден был вступить в соревнования с не менее знаменитым создателем фресок потолка Сикстины Микеланджело. И хотя им удавалось избегать конфронтации, их отношения всегда были примером жестокой конкуренции. Больше всего Рафаэль художник боялся, что его затмит Микеланджело скульптор. На кону стояло общественное мнение. Рафаэль знал, что его гобелены и фрески Микеланджело будут сравниваться не по объему, а по качеству исполнения. И справедливо предполагал, что впечатления от потолка будет больше. Рафаэль справился с этой трудной задачей. Гобелены имели огромный успех, когда были показаны в Сикстинской капелле в 1519 году. Гобелены ткались по рисункам картона в полную величину. Рафаэль не мог отступить от технологий того времени, и ему с помощниками пришлось создать почти пятиметровые картоны, склеив их из двух сотен листов бумаги. Всего было сделано 10 картонов на библейские сюжеты. На бумаге сохранилось только 7. Рисунки были закончены в конце 1516 года, что засвидетельствовал документ о конечной оплате за работу от 20 декабря 1516 года. Тканные ковры были тогда самым роскошным украшением. Лучше всего они выполнялись во Фландрии, Иваракси, Брюге и Брюсселе. Картоны были отосланы в Брюссель в ткацкую мастерскую известного мастера Питера Ван Эльста, где их цвета были адаптированы к возможностям ткацкого станка. Тональность рисунков, выполненных итальянским карандашом с раскраской кистью, была ясна и благодаря тем перекраске на основе сухих порошковых натуральных пигментов. Фландорские ткачи пользовались палитрой всего из шести цветов, поэтому возможности цветовой гаммы гобелена были ограничены, а эффект света и тени достигался методом протравки и особого ткацкого приема – растяжки. К тому же Бернард Ван Орлен, ткавший гобелены, вместо того, чтобы уступать авторитету знаменитого художника, часто вмешивался в замысел и по своему усмотрению изменял композицию, очертания фигуры, пейзаж, добавлял золото и различные декоративные обогащения. Первые три готовых гобелена вернулись в Рим в 1519 году, незадолго до смерти Рафаэля. Очевидно, художник мог их видеть в Сикстинской капелле. Папа Лев X наверняка видел эти гобелены, потому что умер годом позже Рафаэля. Разрезанные на фрагменты подлинные картоны остались на складках ткацкой фабрики в Брюсселе, и несколько монархов, включая Генриха VIII английского, изготовили с них собственные гобелены. В 1623 году принц Уэльский, будущий король Карл I, по совету Рубенса, приобрел семь уцелевших оригинальных картонов за 300 фунтов. И с тех пор они находятся в собственности королевской семьи. В 1865 году музей Виктории и Альберта взял картоны в долговременное использование. Картоны настолько хрупкие, что никогда не вывозятся из стен музея на выставке. Гобелены Рафаэля, сплетенные из шерсти, шелка, золота и серебра, считаются одним из величайших сокровищ Высокого Возрождения. Самые известные ватиканские гобелены – чудесный лов рыбы. Святой Павел проповедует в Афинах призвание святого Петра к апостольству и смерть Анании. Впервые четыре бесцены гобелена Рафаэля с оригинальными рисунками «Призвание Петра», «Чудесный лов рыбы», «Жертвоприношение в Листре» и «Исцеление Хромого» были выставлены в музее Виктории и Альберта в Лондоне в 2010 году. Выставка была приурочена к визиту Папы Римского Бенедикта XVI в Лондон. «Призвание Петра» 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 «Призвание Петра»